60 лет вместе. Для кого-то мечта, а для супругов Сатиных уже почти реальность. В следующем году Дмитрий Палыч и Розалия Михайловна отметят бриллиантовую свадьбу. Прожив вместе больше половины века и пройдя рука об руку не по одной дороге судьбы, супруги сохранили трепетное отношение друг к другу и память о первой встрече. Я работал на заводе Кирова. С год уже больше я там отработал. Ну, холостяк-холостяк все. Ходили вечером в горсат, на танцы или куда. Потом к нам устроилась новая крановщица, ученицей на кран. Я посмотрел на нее внимательно, приглянулась. Ну, тут еще кой-кому, но тут уж я не дал никому ходить, стал провожать домой. Ой, до дому доведу, давай поговорим. А я смотрю, много не наговоришь. Только у них большие ворота и маленькие. Только маленькую дверку откроют и шир туда, и все, иди эту проводил. Иду, думаю, да чего ее провожают-то вроде. На другой день опять иду провожать все-таки. Проводы до дома продолжались чуть больше трех месяцев. Этого времени хватило, чтобы растопить сердце красавицы. Трудолюбие, настойчивость и чувство юмора будущего супруга Розалия Михайловна оценила сразу. На симпатию молодого человека она ответила взаимностью. И дело пошло к свадьбе. Он трудолюбивый был. Вот понравился. Стихи не рассказывал, цветы не дарил. А чем покорил? Предложил уже, ходил-ходил. Думаю, что же, надо что-то делать. А то отберут кто-нибудь другой. Ну, это шутки. Ну, согласились, поговорили, договорились. Потом с родителями поговорили. Туда-сюда. Они сблизились, там поговорили между собой. Пускай живут. Ну, все. Потом была веселая, хоть и скромная свадьба. И обычные будни молодожёнов. Всю жизнь супруги Сатины проработали на заводе имени Кирова. Оба имеют звание ветеран труда. А Дмитрий Палыч ещё является тружеником тыла. Супружеская пара всегда вместе. И в горе, и в радости. Сообща работали, отдыхали, трудились в саду и воспитывали детей. Дочь Любу и сына Сергея. У нас была такая хорошая, дружная семья. То есть, ну, в семье были нормальные, доброжелательные отношения. Как бы детство, оно сильно, так скажем, не запоминается. Вот, ну, отношения между родителями были хорошие. Дмитрий Палыч и Розалия Михайловна сумели сохранить чувства и пронести через годы свою любовь. Их отношения служат примером для детей, внуков и правнуков. Хоть ссоры и случаются, как в любой семье, но всё же чаще они друг друга хвалят. Хорошая вот такая. Я думаю, что, ну, каждому бы такую иметь. А повезло только вам? А повезло только вам? А повезло, конечно, больше мне. Глава семьи сказал, что всё было по его. О, вот, ну, строгий был, вот, так, с детьми, вот, ну, требователи. Ну, друг за другом ухаживали. Надо, вот, в семейной жизни, надо уступать друг другу. Он у меня горячий, в это время не надо ничего ему говорить. А потом уже, когда всё, пыл, жар пройдёт, вот, уже. А я зла никогда не помнил. Никогда. Сейчас вот поругались, а через час я уже забыл. Нам желали в ЗАГС лишь раз сходить. В любви и дружбе жизнь прожить. Крепить семью, растить детей. Не знать нужды и чёрных дней. Желали паре молодой дожить до коронной свадьбы. Коронная свадьба, которую отмечают после 75 лет совместной жизни, у супругов Сатиных ещё впереди. Зато 60-е годовщина не за горами. 12 июня следующего года вся семья соберётся, чтобы поздравить супружескую чету с юбилеем. Но и в этом году у домочадцев появился повод устроить праздничное застолье. Накануне Дня любви, семьи и верности Дмитрий Павлович и Розалия Михайловна получили медаль. 7 июля в резиденции губернатора им вручили заслуженную награду за любовь и верность. Редактор субтитров А.Семкин